Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим за Твою верность, любовь, за Твое великое ходатайство за каждого из нас. И сегодня мы в смирении говорим Тебе спасибо. Спасибо также за обетование из Откровения главы 2, что если мы будем верны Тебе до смерти, Ты дашь нам венец жизни. Благослови нас и прости наши грехи, возроди и преобразуй нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, друзья. Добро пожаловать всем и каждому. Приветствую и еще раз приветствую на этой программе «Исследование Сила в полдень». Среда, 19 февраля 2020-го, откуда мы получаем наш духовный хлеб из Небесной пекарни. Друзья, духовная соленая пища, духовная соленая пища, нет никакой вредной пищи. И сегодня я хочу перейти к нашему уроку, обращаясь в этих мини-сериях к теме «Церковь-остатка». Я не буду в настоящий момент рассматривать конкретное название деноминации. Я буду рассматривать черты «Остатка Божьего народа». Вам это понятно, друзья? Давайте обратимся к Откровению 12 главе. Библия говорит нам в стихе 17 из Откровения 12 главы. «И дракон пришел в ярость на женщину и пошел вести войну с остатком семени ее, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа». Мы знаем, что дракон представляет сатану в первоначальном смысле. Мы освящали это уже. Женщина представляет истинную Божью церковь, остаток семени, Божий последний верный народ, завершающий сцены земной истории прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа. И для того, чтобы мы могли понять и определить, являемся ли мы Божьим остатком, мы должны изучать и анализировать, тщательно исследовать первоначальную церковь, которая находится в Откровении главе 12 с 1 по 5 текста. Вы находите женщину, вы также находите дракона. Давайте обратим внимание на венец из 12 звезд. Откровение 12 глава. Делайте пометки, друзья. Берите ваши Библии, ваши блокноты, ручки. Стих 1. «Мы видим женщину, облеченную солнцем». Мы об этом говорили вчера. «И за день до этого. И луна под ногами ее». Далее сказано. «А на голове ее венец из 12 звезд». Пометьте себе венец из 12 звезд. Звезды в Библии имеют три основных толкования. Номер один. Звезды представляют... 12 звезд представляют Божью семью. Мы говорили об этом. Пометьте себе. Звезды также представляют семя. S-E-E-D Семя. А семя представляет Божий верный народ. Пометьте себе это. Третьих, звезды в Библии представляют ангелов. Я вскоре коснусь этого. Вы готовы? Друзья мои, будем двигаться дальше. 12 звезд представляют Божью семью. Запишите. Бытие 37 глава, стихи седьмого по девятый. Это сон Иосифа, одного из двенадцати сыновей Иакова. Во-вторых, звезды в Библии представляют семя. Я не буду это читать. Бытие глава 15. Библия говорит нам в стихе 5. Бытие главы 15. Что звезды представляют семя. Это в стихе 5. Пометьте это себе. Хорошо. И с чем столкнется Божье семя в последние дни на основании откровения 12 главы, стиха 17? Это война с драконом и человеческими агентами. Расферепел на женщину-дракон. И пошел вести войну с кем? С остатком семени ее. Звезды представляют семя. Друзья, обратите на это особое внимание. В то время как семя представляет Божий народ, Библия 15, стих 5. Пометьте это. Только остаток Божьего семени, только остаток Божьего верного народа, Я должен сказать, называющего себя Божьим народом, будет спасен в эти последние дни. Так как они проходят через духовную войну сейчас и пройдут через Великую последнюю духовную войну, только остаток этого семени, а остаток, называющего себя Божьим народом, будет спасен. Если это понятно, пошлите ваши Аминь на форуме. Хорошо. Это не Евангелие по Эндрю Энрикесу. Давайте проанализируем оригинал, чтобы подтвердить это. Идем со мной в Откровение, главу 12. Давайте посмотрим внимательно на стихи с 1 по 5. Мы видим женщину, и мы видим дракона. Мы также видим семя, ребенка мужского пола. Посмотрите на стих 4. И еще раз. Стих 1. Там венец из 12 звезд. Стих 1. Посмотрите на стих 4. Библия говорит, «Его хвост, это дракон, увлек третью часть звезд небесных и бросил их на землю». Итак, друзья, на основании стиха 4 дракон обманул и погубил третью часть ангелов. Продвигаемся со мной медленно. Звезды в третьих представляют ангелов. Откуда мы это знаем? Откровение 1 глава и стих 20. «Семь ангелов, есть семь звезд». Семь звезд, семь ангелов. Мои друзья, эта война началась на небесах. Стихи 7 по 9. Третья часть ангелов появляется в стихах 7 по 9. Давайте посмотрим. «Война на небе. Дракон сражался против Христа со своими ангелами». Посмотрите на стих 8. «И дракон, ну, стоял». Хорошо, друзья. «И уже не было найдено их места на небе». Сатана, который был раньше Люцифером, Сатана и одна треть его ангелов, сей 9. «И выброшен был великий дракон, тот древний змей, называемый дьяволом, и сатаной, который что? Обманывает весь мир». Подчеркните слово «обманывает». «Обманывает весь мир». Он был выброшен на землю. Это стих 4.5. «И его ангелы выброшены были с ним». Сколько? Одна треть, говорит Библия. Хорошо, друзья. Смотрите. Так как одна треть была сброшена, сколько осталось на небе? Сколько осталось? Две трети. Хорошо. Запишите. Сколько верных будет взято на небеса? Одна треть, чтобы составить полное число. Кто это сказал? Эндрю, нет. Библия-то говорит. Запишите. Захария. Давайте откроем. Захария, глава 13. И посмотрите со мной на стих 8 и стих 9. Пометьте себе, друзья. Две трети будут истреблены, а третья пройдет через огонь. Третья часть будет спасена. Третья часть будет призывать Мое имя. Сильно сказано, друзья. Если две трети погибнут, а третья часть спасется, это значит, что большинство погибнет. Вам это понятно, друзья? Но не будьте обескураженными. Не принимайте на шептывание сатаны. Ты понимаешь, что тебе это не вынести. Нет, мои друзья, есть надежда. Вы и я можем быть спасены благодаря Иисусу Христу. Идем со мной в Откровение, главу 12. Верите ли вы этому, мои друзья? Да, мы можем быть в остатке семени, в остатке звезд. Хорошо. Откроем Откровение, главу 12. И для того, чтобы нам понять сатанинские хитрости, сатанинские уловки для последних дней, изучайте подлинник. Посмотрите на стих 4. Он увлек одну треть звезд. Чем? Своим хвостом. Что дьявол использует в оставшееся время, в последние дни? Свой хвост. Те, кто на форуме. Что представляет хвост сатаны? Ответ в стихах с 7 по 9. Он обманывает этим мир. Я возьму эту книгу. Он обманывает этим мир. Хорошо. Библия говорит нам, что хвост сатаны представляет ложь, ложные учения, ереси, лицемерие. Это Исайя, глава 9. И стих 15. Голова есть старец. Голова есть уважаемый, а хвост есть пророк, который учит лжи. Лжи. Что сатана использует в эти последние дни, чтобы обмануть, погубить большинство звезд, называющих себя божьими? Обман, ложные учения, ложь, но только остаток этого семени. Остаток, называющего себя божьим народом, не примет, отвергнет сатанецкий хвост, обман, и будет, в конце концов, спасен. Сегодня я избираю быть частью божьего семени, божьего остатка. Что вы скажете, друзья мои? Между прочим, когда ученики спросили Христа, какой признак твоего пришествия и конца мира? Матфея 24, стих 4. Какими и были первые слова Христа? Берегитесь, чтобы кто не обманул вас. Хорошо, друзья. Что это за хвост обмана, который сатана будет использовать в последние дни? Чтобы понять это, что мы должны изучать опять? Великий оригинал. Что это за хвост обмана? Хвост. Т-А-И-Л и Т-А-Л-И. Вы видите, друзья, что из себя представляет сатанинский хвост? Т-А-И-Л Хвост. Обмана на небе. Друзья, возьмите книгу Патриархии и Пророкии и просто прочитайте первую главу под названием «Почему был допущен грех?». Хотите ли вы понять, в чем суть? Это здесь. Прочитайте эту главу с молитвой. И мы можем понять, что он использует сегодня. Пастор, можешь ли ты нам дать какую-то часть его? Идем со мной в Исайя, главу 14. Давайте посмотрим на хвост сатаны, друзья. На его хвост обмана. Исайя, глава 14. И посмотрите на слово «звезды» в стихе 12 и стихе 13. Исайя, глава 14. «Как упал ты с неба, о, Люцифер, сын утра, как повержен на землю ты, который ослаблял нации». В стихе 13. «Ибо ты сказал сердце своем, я взойду на небо, я вознесу... Послушайте. Я вознесу престол свой, высший звезд». Вот так, друзья. Звезд Божьих. Это значит, что у сатаны есть престол. Он хочет, чтобы звезды, ангелы, Божьи последователи поклонились у его престола. Но, друзья, у Бога также есть престол. Следите за мной. Каждый престол, престол имеет правительство. Правительство имеет закон. Запишите. Второзаконие, глава 17. Стих 18. У каждого престола есть закон. Сатана пытался неизвергнуть Божий престол. Божий закон. И объявить свой закон. Вам это понятно, друзья? Заметьте. Исайя... Нет. Идем к Псалму. Пометьте в Библии. Псалом 93. Моя Библия в пометках. Псалом 93. Идите туда. Стих 20. Это сильный текст. Псалом 93, стих 20. О, друзья. И стих 21. Посмотрите на престол сатаны. Библия говорит в стихе 20. «Будет ли престол беззакония, составляющий зло, посредством закона, иметь общение с тобой, когда падут звезды в последние дни? Когда народ, называющий себя Божиим, звезды, семя, будет низвергнут? Когда будет воздвигнуть престол сатаны? И этот престол будет составлять зло посредством закона». Что это может быть? Не заблудитесь. Бог желает поклонения. Его престол имеет закон. Закон поклонения, седьмой день недели, четвертая заповедь, субботнее поклонение. Что из, по сути, сатанинский престол? Воскресное поклонение. Установленное законом. Правительство, гражданские руководители, поклонение. Стих 14, Исайя 14 главы. «Я буду подобен Всевышнему». Что Всевышний должен получать? Поклонение. Это престол сатаны. Посмотрите на стих 21, Псалма 93. «Собираются они вместе против души праведного и осуждают кровь невинную». Каким будет следующий шаг, когда сатана составит зло посредством закона, своим престолом беззакония, не престолом праведности, а престолом беззакония. Он будет преследовать верный Божий народ. Что это? Откровение 12 глава стих 17. «И пришел дракон в ярость, на женщину, и пошел вести войну с остатком семени ее, которые соблюдают заповеди Божьи, Божий престол, и имеют свидетельство Иисуса Христа». Это основание, которое выше обмана. Многие люди находятся в обмане, мои друзья, на канале YouTube, Facebook и других в нашей церквях. Нам нужно библейское основание, духовная соленая пища, а не вредная пища. Если это понятно, то пошлите свои аминь, друзья. Хорошо? До сих пор было понятно? Это сатанинский хвост. Это значит, что большинство Божьих звезд, называющих себя звездами, называющих себя семенем, называющим себя народом, падут, когда будет установлен воскресный закон. Посмотрите на это, вам ясно? Возьмите и прочтите эту главу, друзья, в патриархах и пророках. Посмотрите на это высказывание. Тон 5, свидетельство. Страница 80-я говорит, «Быстро приближаются дни великого смятения и замешательства. Сатана, облеченный в ангельские одежды, будет что? Это его хвост. Попытается, если возможно, обольстить и кого? Избранных. Подуют ветры, всякого рода учений. Вы можете прочитать остальное, синим шрифтом. В последней торжественной работе будут участвовать лишь немногие из великих. Что произойдет с большинством звезд и семени? Лишь немногие из великих будут участвовать. Они стали самонадеянными, независимыми от Бога, и Он не может уже использовать их. У Господа есть верные рабы, именно они выйдут на первый план во время потрясения и испытания. Это драгоценные души, сокрытые сегодня, и не преклонившие колени перед кем? Перед Ваалом. В Библии с чем связано поклонение Ваалу? С поклонением природе. И главный Бог природы для язычников – это Солнце. Что об этом говорит? 4 Царь, 23 глава, стих 5. Вернемся к моей цитате. Последние несколько строк с голубым шрифтом. В дневное время мы смотрим на небо, но не видим звезд, но они по-прежнему находятся на твердии небесной. И только ночью мы созерцаем их настоящее сияние. Другими словами, прямо сейчас мы не можем определить, кто Божьи звезды последних дней, кто верный остаток семени. Есть много называющих себя таковыми, но лишь немногие выстоят. Мы можем выстоять, но когда придет последний тест, воскресный закон, поклонение Ваалу, мои друзья, мы тогда увидим, о, друзья, давайте готовиться, основание, двигаемся дальше. Том 5, страница 81, следующий параграф. Недалеко то время, когда каждая душа будет испытана. Какой тест? Начертания зверя станут навязывать нам силы голубым шрифтом. В это время золото в церкви отделится от чего, друзья? От шлаков. Многие звезды, яркости которых мы восхищались, исчезнут во тьме. Все, кто присваивает себе украшения святилища, о, говорят они, мы верим в святилище, мы верим в вести святилище. Но есть ли это в вашем сердце? Все, кто присваивает себе украшения святилища, но не облекается во что, в праведность Христа предстанут в позоре собственной ноготы. Следующий параграф. Заметьте, женщина обличена в солнце, она не ногая. Далее продолжается. Когда бесплодные деревья будут срублены, о, друзья, когда множество лжебратьев отделятся от истины, когда при воскресном законе, чем темнее ночь для народа Божьего, тем ярче звезды. Да, следующее предложение. Сатана и его человеческие агенты будут с особой яростью нападать на верных. Но мы, друзья, будем больше, чем победителями. Последнее предложение. Тогда церковь Христа явится прекрасно, как луна, светлое, как солнце, грозное, как полки со знаменами. Друзья, запишите Иуда, там только одна глава, стихи 12, 13 и 14. Обратите внимание на стих 13. Многие блуждающие звезды, они яркие сегодня, но завтра идут восьму. Стих 13. И также запишите Даниила 12 главу. Текущие события, которые я покажу вам, открывают, что престол сатаны готов к установлению. Он собирается составить зло законом и преследовать праведные души. Псалом 93, стих 20, стих 21. Исайя 14 глава, стихи 12 по 14. Пришло время для Божьего народа обратить многих от тьмы праведности, от тьмы к свету. Даниила 12, стих 3. И те, кто делают это, Иисус говорит, будут сиять как звезды на веки. Основание, друзья мои, духовная соленая пища. Послушайте это. 17 февраля 2020. Экстремальные погодные условия могут вызвать огромный экономический спад, подобно которому мы никогда раньше не видели. Друзья, еще одна книга, которую хочу, чтобы вы имели. «Великая борьба». И прочитайте главу под названием «Свобода совести под угрозой». Нам сказано, что прямо перед вторым пришествием Христа бедствия приведут к великому экономическому кризису. И тогда будет принят воскресный закон и начнется преследование верного заповедям Божьим народа. Новости исполняет библейское пророчество. Не только «Великую борьбу» страницы 589-590, но и Матфея 24 стих 4 обман стихи 7 по 9 бедствия и затем время скорби преследования. Слушайте, Daily Mail экстремальные погодные явления такие как наводнения и засуха могут спровоцировать катастрофический экономический спад подобно которому мы никогда раньше не видели. И затем идет Даниила 12 глава стих 1 время скорби которого никогда не было. Это все связано. Я недавно цитировал стих 3 Даниила 12 главы. Соедините стих 1 и Матфея 24 главу стихи 7 по 9 со стихом 4 обманом. Вернемся на экран. Вы можете прочитать остальное. Это будет сильнее, чем Великая депрессия и сильнее, чем Великий спад 2008 года. Двигаемся дальше. Затем они говорят «Метро» 18 февраля 2020 последнее предложение. Нам говорят, что ожидается учащение экстремальных погодных явлений. Что нам сказано о Великой Борьбе на странице 590? Эти бедствия становятся все более частыми и опасными. Мы в этом находимся. Затем они говорят, друзья мои, затем они говорят «Должен ли я это прочитать?» Это не одно исследование, откуда они цитируют, но много исследований. Перед вами Fox News. Здесь сказано, исследование, проведенное Национальным бюро экономических исследований в августе, говорил о том, что виртуально сколько? Все народы подвергнутся негативному влиянию изменения климата. К какому году? О, друзья, если они не будут соблюдать что? Парижское соглашение от 2015 года. Какое они говорят нам есть решение? Какой документ? Какой курс? Парижское соглашение. А что стоит за этим Парижским соглашением? Лауда Таси. И что Папа Франциск говорит, должно быть установлено во всех странах в борьбе с катаклизмами и для решения проблемы с бедностью финансовой проблемой в воскресной соблюдении установленной законом, мои друзья? Это ясно? Ясно, как день? Ясно? Все страны? Мы в этом находимся? Какая наша работа? Данила 12.3 Обратить многих к праведности, пока не стало поздно и удостовериться, что у нас есть опыт остатка. Стойко держитесь, друзья. Стойко держитесь. Кстати, дайте мне две минуты. В прошлую субботу я освещал это. Давид и Сали Абел. Тесты были, наверное, неверные, по крайней мере, так кажется. Я освещал это. И вдруг вы только послушайте, сейчас результаты уже положительные. Пассажиры Дэвид и Сали Абел застряли на борту круизного лайнера Diamond Princess и говорят, что получили положительные результаты на коронавирус. Дэвид Абел регулярно рассказывал в социальных сетях о своем опыте пребывания на корабле. Остановься здесь. Те, кто трубили тревогу, Сали и Дэвид, они говорили, что их тесты неверные. Сегодня ваш тест положительный, а в следующее мгновение отрицательный. Карантин. И вчера их тесты показали положительный результат на коронавирус. Друзья, держите стойко. Держите стойко. Держите стойко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok